всем привет ребята вы находитесь на канале sober vision и сегодня будет на моем канале немножко нестандартное видео в этом видео я буду вам показывать свой бой в игре world of tanks бой очень интересный за последнее время вот я не помню наверное месяца два таких боев у меня не было несмотря на то что да я там набивал и по 8 и по 9 фрагов за бой но это как-то так было знаете играючи стандартно никакой трясучки не было а в этом бою прямо в конце когда я остался особенно один у меня затряслись руки забилось сердце очень хотелось победить и в в конце видео вы узнаете как закончился этот бой я знаю что мой канал смотрят в основном мужчины возрастом 35 40 лет поэтому я думаю что как минимум половина сто процентов танкистов среди них есть поэтому я думаю что такой формат тоже имеет место быть на моем канале сейчас вначале вы видите что мне пришла смс к я мне пришлось остановиться и даже когда я остановился я успеваю засветить центре он по которому успевает накинуть урон этот бой у нас идет на карь на карте харьков я играю на танке в за 120 вы видите что также меня засвечивают я стараюсь отсветить со и поехать выше наверх горки здесь я стараюсь играть на фланге для стс для стандартном фланги на ст но не стоять на горочке как там половина наших ребят союзничков стоят я стараюсь играть более здесь активно начале боя вы видите что углы склонения на этом танке не позволяют не кинуть по центуриону хотя башни выдерживает нормально этот снаряд от центуриона этот танк в з чем он хорош тем что у него здесь очень классная пушка хотя и очень не точная здесь вы видите что я становлюсь в позицию для лтшки подсвечиваю три танка свожусь 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 и даю по чариотеру урон но вы видите что урон у меня проходит не максимальный вам всего 405 вот здесь вот в нижней части экрана вы можете видеть мою текущую статистику сколько я нанес сколько насветил сколько на танковал и вы видите что я при прилично насветил засвечиваю я еще здесь и шкоду в этом кустике для светляков а где наш светляк правильно наш светляк идет по кишке зачем-то но немножко непонятно как он там старая попытается играть здесь я также подъезжаю назад в этот куст заезжаю и засвечиваю лору свожусь 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 кидаю по ней и забираю после того как по моему засвету откидывают все наши союзники вы видите что проходит нормальный урон 486 и дальше я отсвечиваюсь и назад заезжая если я светился кстати может я не светился и назад я заезжаю в этот куст стараюсь кого-то высветить также но пока что пока пока никто у нас не засвечивается видим что в городе там завязалась у нас приличная такая драка пока мы нормально вот верху экрана можете видеть по урону мы опережаем союзника у союзника всего 19 тысяч сейчас небольшим у нас 23 вот здесь я решаю немножко играть по агрессивнее высовываю башню показывается центурион кидаю по центуриону но не пробиваю заряжаю голду естественно сразу но как же без голды заряжаю голду но здесь у нас углы орудия мне не позволяют кинуть а по мне сразу кидает центурион и пробивает также я вижу что шарф утюр кидает по мне стоя сзади из-за кустов поэтому я принимаю решение откатиться еще один дамаг от центуриона не проходит башню выдерживает и здесь мы видим что я засвечиваю и меня засвечивает т-34 здесь я совершаю ошибку не дожидаюсь пока я свечусь и забираюсь назад в мои любимые кусты естественно получаю урон от птшки которая там стоит теперь я понимаю что я уже полностью отсветился заезжаю назад становлюсь в кусты и пытаюсь кого-то там высветить 430 также мне здесь помогает но видите да углы 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 наклона что я вообще даже по батчату не могу попасть углы конечно ужасно у этого танка разброс но орудие приятное прикольное и броня иногда тоже выручает здесь центурион хотел заехать в куст я кидаю по нему дамаг засвечиваюсь он сбивает мне гусеницу все я уже думаю что мне сейчас все пт который только есть по мне кинут но здесь видите мне повезло видимо они откатились назад и по мне никто не попадает я уезжаю без урона теперь я вижу что наверху на горочке у противника засвечивается т-28 рот прототип по которому кидает по моему 430 сейчас по нему накинул также я заезжаю немножко в другую часть куста если будут по мне кидать блайндом то есть они видели что я стоял по центру куста а здесь я остановлюсь немножко правее вижу что в городе у нас не очень приятная ситуация городе пока что наши танки борются но там непонятно могут наши все танки там раздолбить здесь я вижу засвечивается т-34-2 кидаю по нему дамаг засвечиваю дико его засвечиваю с горки за всех кустов по нему кидают остается 69 хп и 430 его забирает также я назад возвращаюсь мой любимый куст свожусь вижу что одна кепка только торчит от черри отера и кидать туда абсолютно бесполезно сюда же мы видим что подъехала стерва который уже не выдержала стоять там на этой горке внизу где там и берсеркер этот стоит и твп х тоже там где-то крутится добирают добирают у нас шкоду дальше я вижу опять же там за трупом стоит черри отер я свожусь пытаюсь попасть ему в эту кепку но снаряд не залетает откатываюсь назад потому что думал что я засвечусь но видите мне повезло здесь я не засветился подкатываюсь назад в этот кустик стою выцеливаю пытаюсь подсветить и попробовать кинуть но как мы видим уже за трупом танка вот стоит у нас пт-шка но выезжает у нас прот прототип выезжает засвечивается я стою также здесь продолжаю здесь стоять вижу что он откатывается назад кидаю и видите как удачно 441 проходит урон попадая ему в лючок и пробиваю несмотря на то что урон не самый шикарный у этой пушки видим что берсеркер этот или как его там правильно назвать проезжает вперед у нее срывает башню он забирает прототипа и кидается на черри отера кидает раз естественно него два патрона в барабане и его черри отер забирает здесь я понимаю что надо ехать вперед потому что осталась там одна пт-шка ну а слева может быть только шарф утюр которого я сейчас вы видите что засвечиваю беру на авто сопровождение кидаю на авто сопровождение и несмотря на то что пушка это очень косая попадая ему прям гусеницу сбиваю но к сожалению без урона дальше я пытаюсь подъехать немножко наверх вижу что там 704 в городе маячит свожусь на него естественно очко на пол экрана разброс до стандартно в этой пушке кидаю естественно не попадаю зачем попадать с такого расстояния поэтому я откатываюсь назад отсвечиваюсь и решаю уехать на шарф утюра немножко его продавливать и смотреть немножко на горку потому что там еще остается у нас шариотер и который может по мне тоже кинуть в общем здесь у него немножко еще к пешки позволяют поиграть по агрессивнее но все равно ведь я проезжаю так по кустам смотрю на горочку вижу что там 430 тоже мне помогает стерва стоит на горке которая тоже здесь может быть мне поможет и здесь давайте немножко мы ускорим это видео промотаем потому что здесь я прохожу по кустам аккуратненько пытаюсь подсветить но как мы видим что как шарф утюр как шариотер они уехали куда-то подальше базе стали не здесь мы никого не видим а видим мы другое видим что у нас полностью вымирает город база наша остается совсем беззащитным вижу что никто туда не поедет поэтому я показываю что я поехал на базу своим союзникам и отправляюсь на базу для того чтобы случае и захвата и отдыхать естественно заряжая голду как же без голды мы будем играть потому что если туда заедет двести семьдесят седьмой а у него такая броня непонятно что как-то не кинешь то пробьешь что не пробьешь вот поэтому я решаю зарядить голду заезжая здесь на горочку и засвечивается у нас 704 в городе но он там за домами здесь я пытаюсь свестись на батчата батчат у нас проскакивает не успевая я свестись не решаю стрелять потому что думаю что если вдруг я стрельну то меня могут выпалить города и накидать мне полную так сказать будку огурцов поэтому я не стреляю не не могу я дождаться полного сведения решаю я проехать вперед но в последний момент передумываю потому что вижу что тортила наша которая ехала по кишке возвращается и она должна будет забрать батчата но батчат как мы видим там не засвечивается хотя и тортила приехала на то место где он осветился бат вот значит я заезжал назад на горочку вижу что в городе у нас там засвечивается и 277 где же батчат я решаю поехать направо и подсветить кто там есть видим что я пытаюсь здесь объехать чтобы не падать и засвечиваю батчата который уже проехал по кишке прям до нашей базы засвечивает меня и естественно он начинает уезжать по кишке я стараюсь его догнать понимаю что принципе там где-то 704 хоть и есть но скорее все за домами и он не успеет по мне кинуть поэтому я прохожу по нагло и через поле вперед и стараюсь здесь вот забрать батчата но батчата я здесь не обнаруживаю а батчат у нас пролетает к тортилле как там торт его не забрал вообще непонятно какими он там частями тела играет но бат его начинает очень жестко дамажить поэтому я тут даже в одно время плюнул на этот торт поехал потому что думал что бат его заберет с барабана но очень повезло что торт все-таки перезарядился каким-то чудом он забрал здесь мы видим что появляется 704 я свожусь свожусь вижу что он уходит уже за кучу кидаю по нему естественно не попадаю зачем нам издалека попадать и решаю я поехать в город для того чтобы добрать шотного 277 потому что я видел что не там совсем чуть-чуть кп осталось прям по наглому по центру города еду потому что я думаю что даже если он один раз по мне кинет он меня не заберет а я его заберу поэтому я проезжаю и тут видите как удачно я его засвечиваю он стоит прям ко мне задницей свожусь не дожидаясь пока он довернет полностью ко мне башню кидаю и забираю его остаемся мы вдвоем со стервой против двух танков против 704 против шарфу тюра здесь я выбираю самый-самый быстрый маршрут который мне только попался на ум и лечу со всех паров помогать стерве которая там активно сражается против этих двух танков но к сожалению вы видите что ее забирают здесь я отдаляю камеру и смотрю куда же едут эти танки понимаю что они сейчас отвернуты от меня не можно попробовать вылететь и забрать шарфу тюра так как он шотный вылетаю я не успеваю я забрать шарфу тюра но задница едет красиво ко мне 704 естественно я по нему не попадаю потому что пушка у меня супер точная 704 начинает разворачиваться и я выцеливаю у него гуслю кидаю по гусле с прям с урончиком отлично так заходит но 704 чиниться не дает мне кинуть по нему второй раз поэтому я принимаю решение развернуться и поехать его отвлечь как будто я еду назад возвращаясь кручу верчу обмануть хочу отсвечиваюсь и естественно вы разворачиваюсь назад потому что думаю что 704 поедет в другую сторону и также будет задницей ко мне стоять но сейчас вы увидите что как только я выезжаю 704 я здесь не обнаруживаю но очень удачно засвечивается шарфу тюр который решит решает по мне кинуть я здесь очень удачно успеваю свестись но выскакивает на меня 704 и тут я же думаю что все но он был ребята на фугасах в принципе он бы меня и на ббш как бы не забрала на голде но он бы мне значительно больше бхп снес повезло что он был на фугасов но сейчас я понимаю что сто процентов он сейчас заряжает голду или ббшку чтобы меня забрать с одного выстрела здесь я не понимаю куда мне лучше ехать думаю или мне попробовать правой стороны пройти но понимаю что я точно там сто процентов нигде не заеду здесь я пытаюсь понять будет ли 704 прыгать на меня сверху пытаться мне как-то раздамажить стрельнуть танкануть и вижу что время у нас остается не так много поэтому я принимаю решение попробовать объехать по кишке по этой и попробовать аккуратно сыграть через башню и накинуть ему естественно заряжая голду голда куда же мы без голды и вот здесь мы видим что 704 пятится немножко назад отсвечивается и здесь я стараюсь аккуратненько сыграть выцеливают бам естественно попадая ему в маску откатываясь назад доворачиваю доворачиваю корпус 704 рикошетит не попадает по мне под бешеным углом у меня был корпус и здесь естественно я захожу ему прямо задницу беру на авто сопровождение и накидываю ребята вот такой у нас получился бой сейчас на своем экране вы видите всю статистику боя супер наград здесь я не получил да я заработал мастера но каких-то других супер-пупер наград у меня нет 4 фрага не так много урона я здесь настрелял не так много насветил не так много натанковал но в общем-то боя говорю после того как я остался один и вылетел на шарфу тюра на 704 у меня реально затряслись руки и как бы забило сердце давненько у меня такого не было в этой игре в общем бой мне очень понравился надеюсь что бой понравился и вам если это так то обязательно поставьте лайк напишите свой комментарий что вы думаете по этому поводу если вам бой не понравился вам такие видео не заходят вам не хочется не нравится поставьте обязательно дизлайк напишите свое мнение в комментарии вот такой вот ребята сегодня видео если повторился уже дофига но в общем всем спасибо за просмотр до скорых встреч и надеюсь что не в таком далеком будущем на моем канале выйдет какое-нибудь видео про муравьев пока не знаю пока материала никакого мне здесь интересного нет но надеюсь что кто-нибудь мне подвернется попадется под руку я чем-то снимаю интересное для вас и видео выйдет на экране всем спасибо за просмотр всем пока